всем привет мои хорошие я очень-очень рада вас видеть на своем асмр канале меня зовут лиса и сегодня у нас будет не асмр ну как вы уже догадались я говорю в полный голос те кто был на моем прошлом стриме в пятницу знают что я сейчас нахожусь на море поэтому я решил ребятам записать вам такой интересным мне кажется интересный мукбанг с едой с пляжа то есть это то что можно купить и съесть на любом курортном пляже это чебурек кукуруза вот такие вот картофельные чипсы и черноморские креветочки посмотрите какие они милые не все из этого я купила именно на пляже потому что вот такое и вот такое я не рекомендую приобретать с рук у людей которые носят это по жаре бог знает сколько времени креветки я купила магазине чебурек я купила на вынос кафе а кукуруза и вот эти чипсы это реально вот да с пляжа там где ходит тетя и в рупор кричит там пирожки и кукуруза и вот это вот все забывать мы все это будем крымским сухим белым вином холодным посмотрите как даже стаканчик запотел красота божественно ну что давайте что-нибудь съедим наверное начнем с чебурека я очень голодная не пошла на обед из-за того что снимаю для вас видео шикарно сейчас я вкусну кукуруза катится в общем я планировал ребята заснять для вас видео на балконе чтобы было видно море я такая сижу и все так красиво но там сегодня очень сильный ветер я вышла постояла там буквально две минутки поняла что есть этом спокойно точно не смогу буду все время поправлять волосы буду беситься и плюс еще не известно как на шум ветра отреагировал по моему микрофон как это вкусно правда немножко успела меня уже остыть пока я ходила поговорим сегодня ну раз я на море на тему морских курортов на тему летнего отдыха и вот всего всякого такого мы прилетели буквально на четыре дня мужа командировка вот и он решил за компанию взять с собой меня потому что я безумно люблю море в этом году мы к сожалению не попали никуда в отпуск в такой полноценный и мы решили что будет очень круто если я пальчи с ним а это действительно оказалось очень круто вот мы уже здесь два дня я успела обгореть просто неимоверно ну вам наверно видно да мое красное тельце ничего это все потом будет загаром это при том что я как бы заграю достаточно благоразумно то есть использую там всякие защитные средства в одиннадцать уже ухожу с пляжа и раньше четырех там не появлялись все равно в любом случае обгореть на море мне кажется это неизбежно так мне нужно нужно салфетки в крыму ребята не было уже с 2011 года представляете очень давно а вообще когда я была маленькая ну и пока в школе училась на первых курсах института мы с родителями ездили в Крым отдыхать практически каждое лето вообще люблю Крым кто был в Крыму пишите мне под комментариями в комментариях под этим видео где вы были понравилось вам я была еще в Ялте когда-то мы ездили с подружкой по студенческие годы по студенческой почерке от института это было вообще отвал башки но Ялта это больше город знаете для таких именно тусовок движей для тех кто хочет просто спокойно приехать полежать на пляже это вообще не вариант потому что пляжи Ялты господи я до сих пор с ужасом вспоминаю я говорю тупо все пространство пляжа занято подстилками между ними такие тоненькие дорожечки по которым люди могут передвигаться весь пляж вот просто весь не знаю как там сейчас обстоят дела в Ялте но тогда бы все было именно так вот эти креветочки ребята это что-то волшебное мне кажется каждый человек кто хоть раз отдыхал на Черноморском побережье ну неважно в каком это было городе ел таких креветочек они очень маленькие и честно вам скажу я никогда не заморачиваюсь тем чтобы их чистить я просто отрываю голову и ем креветочку ну ее невозможно почистить вы же видите какая она крошечная это просто unreal но вкусная я вообще люблю красные вина но в такую же ру беленькое сухое это вообще как раз то что доктор прописал особенно если его предварительно хорошенечко охладить немножко ASMR очень жарко поэтому не стала одевать ничего там такого более закрытого но меня все равно не видно из-за этого подноса микрофон тут где-то прицепилась к краю я надеюсь вам слышно так ну что давайте попробуем вот это варварское великолепие я не знаю человек который до этого додумался он черт авгений посмотрите просто это же это же изобретение искусства о слышите дети кричат это вкусно но как-то не очень удобно есть ну более все хрустит все трясит ну и плюс это настоящая картошка то есть просто тонко порезанная и обжаренная никакой химии а по вкусу вполне я помню такие спиральки очень популярные были упс в Владивостоке почему-то там на набережной прям да что ж такое вот как они предлагают это есть на пляже я не знаю я все палец ну или то у меня руки не оттуда растут самое забавное ребята что вот в том городе в котором я сейчас нахожусь я была когда-то один раз мы ездили на соревнования когда я занималась волейболом профессионально тут первый взрослый турнир но было очень давно наверное лет 14 было море тут очень хорошее единственный минус вы знаете что ну в Крыму вообще всегда это беда медузы но как я помнила они всегда бывали не раньше августа вот это очень странно конец даже еще не конец июля их просто какое-то неимоверное количество сегодня уже немножко поменьше но вот вчера вообще даже невозможно было просто зайти в море прямо сплошной стеной эти медузы и они довольно-таки ну ощутимо жалятся то есть неприятные ощущения ну муж мой ходил купаться вообще налегке ну его тоже жалят но у него нету никаких после этого красных следов у меня чувствительная кожа я буду вся в этих красных ожогах короче такое ну я их сегодня поменьше так что отлично поплавала первое половине дня у меня вкусненькая эта штучка напишите мне обязательно в комментариях о том как приходит ваше лето куда вы уже съездили или планируете поехать у нас так это все спонтанно получилось эта поездка муж мне позвонил в пятницу я говорю все короче собирай чемоданы завтра ночью выезжаем кукурузка я такая как так быстро ну да все я уже билеты покупаю и полетим ну глупо было бы не использовать такую возможность на самом деле кстати несмотря на то что сейчас лето и это южное направление Крым да вполне вменяемые цены за билеты кому интересно билет Москва Симферополь обошелся мне 5 5200 по-моему ну в общем как бы вполне нормальные деньги меняем это при том что мы его покупали то есть прям вот накануне не за годя я думаю что пораньше покупать то можно вообще дешевле купить немного единственное что я вам скажу ребята сравнивая стоимость вот проживания в гостинице в отеле в Крыму цену билетов цену на всякие развлечения цены в ресторанах этих прибрежных я могу вам сказать что это получается довольно таки дорого и в принципе за эти же деньги ну если вот мы бы просто ехали отдыхать да мы бы не полетели в Крым потому что за эти же деньги вполне спокойно по какой-нибудь горящей путевке можно остаться за границу даже не по горящей наверное я думала что будет немного людей отдыхающих отдыхающих но мы еле-еле нашли себе отель на самом деле это при том что мы находимся не в самом популярном курортном крымском городе все забито вот прям все очень много с детками отдыхающих на пляже вообще люблю на пляже наблюдать за карапузами такие несчастливые как они купаются в море вообще невзирая ни на что ни на медуз ни на то что вода прохладная в 8 утра вообще то есть побороба столько счастья у них на лице с этими кругами все ой ребята я уже не елась давайте добиваем вну ну что я надеюсь вам понравилось это видео я специально взяла с собой камеру штатив очень с вами соскучилась очень хотела вам что-нибудь снять такое необычное я вернусь уже скоро очень у нас будет стрим в следующую пятницу так что не теряйте меня лиса всегда с вами пока-пока